Всем привет, это Sex Patrol с Алексеем Красиковым и Викторией Саевой, и мы обсуждаем на удаленке очень непростую тему. Это личные отношения в паре или в браке в период карантина. Как мы знаем, китайцы побежали разводиться, мир обсуждает эту историю, американцы тоже там в определенном шоке, австралийцы, у них вообще специфика в отношениях, но китайцы вообще задают тренд в этом смысле. И сегодня мы с Викторией Саевой и в нашей рубрике Sex Patrol попытаемся дать рекомендации с мужской и женской стороны, как лучше прожить вот это заточение попа к попе и что делать и как быть, если бесить не могу. Всем привет. Всем привет, здравствуйте. Вика, ну ты как девочка, ты вот общаешься со своей женской аудиторией, ты чувствуешь, что у девчонок напряг есть с этим вот изоляцией? Ты знаешь, да, на самом деле очень много пар уже посыпалось, действительно, причем это, знаешь, это не какие-то глупые, импульсивные, молодые, малолетки. Это взрослые, осознанные, часто успешные, 30-летние, там, 30-плюс люди. И вот в частности, буквально недавно у меня звонит мне близкая подруга, которая 4 года уже со своим мужчиной встречается, потом они съехались, жили. Они планировали свадьбу этим летом, они уже активно делали детей, то есть у них уже все было, ну, очень, максимально, да, серьезно. Активно делали детей, это интересно, конечно. Да, прям активно, вот, активно делали детей, активно планировали свадьбу. И что ты думаешь, происходит вот такая вот перетрубация в мире, и людей сажают на карантин. Они 3 дня просидели, не выходя из дома, в своей квартире. Ну, квартира нормальная, там, метров 70, то есть не какая-то совсем халупа, да, хорошая, большая квартира. И через 3 дня она мне пишет и говорит, слушай, ты знаешь, я так все проанализировала, наверное, это все. Наверное, надо разбегаться. Представляешь, люди 4 года встречались. Они уже были настолько уверены и настолько готовы, что уже подавали заявление в ЗАГС, уже там, ну, детей, что еще более, да, какой-то такой решающий шаг. И за 4 дня она вот как бы говорит, что, наверное, все, надо разбегаться, сколько можно себя обманывать. Ты знаешь, вот, вот это мое любимое. Вот я об этом уже писал и говорил, и сегодня тоже. Вот у тебя есть какие-то представления по этому поводу? Потому что вот в чем прикол? Казалось бы, 4 года делали детей, там, да, вот все-все-все, и тут 3 дня вместе, и она говорит, сколько можно себя обманывать. Значит, это говорит о том, что вот эти 4 года и вот это делали детей, это было некое социально правильное поведение, а не внутреннее состояние. Да, совершенно верно. Получается, что так, и мне очень нравится, ты знаешь сейчас фраза, которая гуляет в Фейсбуке, мы не встретились с вирусом, мы встретились с собой. И для очень многих вот это карантин и самоизоляция страшна в первую очередь встречи с собой, и с той правдой, которая сейчас вдруг обнажилась, и с теми демонами, которыми ты, с той тенью, да, с теми теневыми проявлениями тебя, твоего партнера, твоей семьи, родственников, детей, которых ты не готов, возможно, выдерживать. И мир разделился действительно на до и после. И если до вот этого кризиса, до карантина, до коронавируса люди жили по определенным социальным контрактам, да, то есть они строили отношения по определенным социальным контрактам, что мы видимся с тобой столько-то, мы общаемся с тобой столько-то, когда мы вместе мы занимаемся тем-то, и это было удобно и безопасно. И вот та пара, о которой я говорю, да, например, она взяла, и какое-то время она работала с ним в одном городе, а потом она нашла работу в Москве получше, и она уезжала там, например, на четыре дня в Москву. То есть она таким образом снимала некоторое напряжение, вот то, как я это вижу, да, то есть люди себя обманывают, они создают некую, как ты говоришь, социальный контракт, они как бы вместе долго быть не могут, потому что они на самом деле вместе не очень гармонируют. Как только напряжение поднимается, она всегда может куда-то уйти на работу, к подружке, туда-туда сливает, сублимирует напряжение, и это их и держит на плаву. Как только обрубают вот эти источники сублимации, начинает всплывать напряжение. Ты вот что придумаешь про вот эту модель такую? Знаешь, это очень тонкая грань, потому что, с одной стороны, мы же все так или иначе делаем какие-то контракты, создаем себе какие-то условия и договариваемся с собой, это части психотерапии в том числе, договориться с собой, что окей, вот так я, наверное, пожалуй, могу жить. И та же подруга, в принципе, ее социальный контракт звучал очень, знаешь, так, ну вот разумно, с этим даже не поспоришь. Она говорит, ну, да, конечно, он интеллектуально для меня, может быть, не очень интересен. Да, в большой театр я с ним, скорее всего, не пойду. Да, я не смогу с ним обсудить там какую-то книгу, которую я прочитала. Да, я, скорее всего, ничего не смогу у него научиться. Но я же могу учиться на курсах, книги обсуждать с подругами, в театр ходить, там, не знаю, с мамой, да, то есть вроде как, ну, я же могу это получить из других источников, а он мне дает там, например, секс, он мне дает там, например, надежное, пресловутое мужское плечо, ну, это не точно, да. Ну, и вот эти вот все вот пункты, 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 что он мне вроде как дает. И вроде пока я вот это вот так говоришь, это разумно, но когда ты, ваша пара попадает в какие-то экстремальные условия, действительно вылезают такие вещи. А вот ты, кстати, как думаешь, это правда вылезло или просто действительно людям тяжело в изоляции, потому что личные границы нарушены, у нас нету как-то культуры и нету понимания того, как свои личные границы близким людям обозначать, да, потому что мы жили в таких больших семьях и в маленьких квартирах, и это очень у многих с детства личные границы уничтожило в принципе, да, то есть там родители могли к тебе в комнату войти без стук, это было нормально, да, возможно. И это тоже. Да. Хорошо, если не в коммуналке ты жил, грубо говоря, у тебя не было там вообще соседей чужих. В коммуналке вообще вот эта тема родителей, которые могли зайти, это вообще тема инцеста. У меня была клиентка, сейчас вспоминается, у неё психотравма, ты можешь себе представить, девушке там 30 лет, и она с ужасом и со сдраганием на терапию вспоминала, как папа в возрасте 14 или 15 лет, можешь девочку в 15 лет, представляешь, да, там процессы, всякие гормоны, всякие обстоятельства, папа снял дверь с петель, чтобы заходить к ней в комнату, чтобы она не запиралась, потому что на пару раз заперлась в комнате, папа сказал, что за дела, он вообще двери снял с петель, и у неё комната была без дверей. Вот типичный инцест, вот типичное нарушение границы. Можешь себе представить, какая-то тревожность. Что касается твоего вопроса, во-первых, я не верю, что есть пары, которые не испытывают напряжения, которые долго находятся наедине друг с другом. То есть я не верю в то, что вообще никакого напряжения не будет. Я думаю, что в любом случае какое-то напряжение будет, как бы они не были сбалансированы, гармоничны, потому что каждому человеку хочется найти какое-то время наедине с самим собой и вернуться к своему партнёру, даже если у них всё идеально. То есть всё равно напряжение какое-то будет. Во-вторых, многое зависит от контекста их общего социально-экономического напряжения. Если они экономически обезопасены, если у них, опять же, та самая пресловутая подушка безопасности есть, если они не голодают, если у них там финансово-бытово в смысле всё защищено и нормально, то они придумают и ещё и покайфуют на этом карантине. Если у них с финансами всё сложно, если у них рушатся ожидания и планы, то, конечно, это только хуже и хуже наедине с самим собой. Что касается правды. Вот ты знаешь, я об этом много говорил. Я думаю, что здесь 80%. То есть 80% тех скандалов и тех расставаний, которые мы сейчас увидим, это про правду. Вот это тот пример, который ты как раз вначале привела. То есть люди больше выстраивают и продолжают отношения, исходя из позиции «лучше нету», «лучше не будет» или «перетерплю-пересижу» или «стерпится-слюбится». Моё любимое, но я же уже на него столько лет потратила. Абсолютно верно. Мы же уже столько лет вместе, чего время зря теряли. То есть люди действительно увидят то, что им обрубили возможность сливать вот это напряжение. И они увидят, что 80% их отношений – это натянутая история социально. Поэтому здесь вот эта фраза, мне очень понравилась, которую ты процитировала. Мы не с вирусом встретились, а встретились с самими собой. И, наверное, вот это правда, когда нордические предприниматели, которые сидят на форуме в первом ряду, чуть ли не кончают жизнь самоубийством и, значит, испытывают панику и трепет от этого всего дела. Что оказывается, вот этот кризис – это прекрасная проверка на устойчивость. Потому что все вот эти понты, все вот эти кечения отношениями в Инстаграм и так далее, на самом деле сейчас всем покажут, что это всемирный фейк. И вся эта устойчивость, и все эти пафосные и устойчивые мужчины и женщины с парой в Инстаграме – это фейк. Поэтому я думаю, что здесь правда в большей степени сейчас откроется. А то, что нас не учили соблюдать внутренние границы и личные границы каждого, и то, что мы не умеем договариваться – это тоже абсолютно. Поэтому и рекомендации будут исходиться из этого. На самом деле сейчас очень многим парам такой лайфхак, и это прекрасная возможность для вас научиться выстраивать эти границы. Потому что я, например, ну вот для меня, я тебе честно скажу, особо ничего не изменилось. Потому что я с 18 лет работаю на удаленке, и еще плюс полтора года в декрете сижу. И сколько-то, ну лет пять, наверное, у меня муж тоже работает из дома. И получается, что мы уже, ну, наверное, лет восемь как съехались. Ну, почти 24 часа, да, ну, конечно, там есть какие-то дела, но почти 24 часа мы проводим… Я помню даже время, когда мы даже в один спортзал ходили, то есть такое было. Такое бывает, да, сейчас такое у многих. И просто все зависит от того, насколько ты можешь, во-первых, оставаться собой при своем партнере. Ну, можешь ли ты с ним себя вести так же, как вел бы себя вот наедине? Можешь ли ты ему предстать в таком же виде, делать то же самое, да, там, условно? Если мне там надо было бы втайне от мужа с Алексеем Красиковым там поскайпиться, початиться, конечно, это была бы неустойчивая конструкция. Это, кстати, очень классная история, потому что я с тобой абсолютно согласен. Спасибо, что ты ее осветила девчонкам. Можешь о ней поподробнее? Потому что действительно можно быть много вместе, но если ты продолжаешь быть с его присутствием, такой же. Потому что если ты с его присутствием начинаешь зажиматься, что-то там не делать или делать по-другому, то ты чувствуешь все время себя ограниченной, и ты все время сдерживаешься. И вот эта пружина, она все время когда-нибудь даст обратный реверс. Вот как ты чувствуешь вот этот момент? Мужчина, с которым ты как пружина, или с тем, с которым ты можешь быть естественным? Вот можешь по поводу этого порассуждать? Мне кажется, это просто очень важная зацепка, которая отвечает на многие вопросы, почему им долго вместе тяжело, потому что они начинают сжиматься. Знаешь, мне кажется, девчонки, это гениальный секрет, о котором мне говорят на тренингах, потому что на тренингах твердят девочкам обратное. На тренингах девочкам рассказывают, какая ты должна быть, чтобы ему понравиться. Вот моя, в принципе, всегда была жизненная позиция. Я такая. Если я не понравлюсь тебе сразу на первом свидании, окей, потому что мы сэкономили друг другу очень много времени, денег, сил, особенно времени, да, это невосполняемый ресурс, это самое дорогое, что у нас есть. Поэтому я, например, всегда за максимальное обнажение вот с первых минут знакомства. Но, грубо говоря, если ты... Давайте сейчас проутрируем прям. Вот вы пошли вместе в спортзал, вы 24 часа на 7 вместе. И если ты коммуникабельная, и ты подходишь к этому парню, который твой знакомый, привет, там как дела, к этому привет, как дела, независимо от того, твой парень в зале или твой парень не в зале, то есть ты не меняешь структуру своего поведения, и он это знает, и он к этому относится нормально. А если, например, твой парень в зале... Да, и за счет этого ты понимаешь, что так может быть. Да, а если ты с парнем в зале, и как бы ты говоришь, блин, парень в зале, я не могу подойти там спросить, как дела, не могу там спросить, там, пойти к этому парню поздороваться, то ты начинаешь сдерживаться. Ты про это? Да, ты как бы в ментальной клетке, грубо говоря. Ну, это знаешь, у девочек же это находится, там доходит до неврозов, мне очень нравилось, как у тебя, по-моему, в сторис, были очень ироничные истории с о том, что очень часто, встречаясь на первом свидании с девушкой, после того, как ты ее видел только в Инстаграме, ты приходишь, и ты не можешь ее найти в зале, и сидишь и думаешь, кто это? Кто это? Кто ты, блядь? Почему я тебя не узнаю, да? То есть у девочек действительно желание понравиться доходит до того, до абсурда, что на сайте знакомств она там выкладывает фотку с кучей фильтров, пресетов, я не знаю, с таким макияжем, что реально в жизни ты ее не узнаешь. Как бы вот для меня это дичь, да? Это дичь, это очень сильное неприятие себя, да, и это очень большая трата времени, потому что, ну, каждый тварь и по паре. Вот на любого человека найдется кто-то, кто вот ему нравится, это прям сто процентов. Я видела такие невероятные совпадения пар, поэтому мне кажется, да, чем быстрее вы сбросите маски, чем быстрее вы расставите точки над «и», чем быстрее вы скажете, слушай, я такой, я реально работаю там, ну, 20 часов в сутки, я могу тебя один час в сутки удивить. Как бы тебя это устраивает? Окей, нам по пути. Потому что, ну, может быть, ты такая же, да? Может, ты там 20 часов в сутки тоже что-то делаешь. В общем, я вот как-то, да, я больше за естественность, за открытость максимально. Мне кажется, вот эта тема очень важна. Вот мы сейчас перейдем к рекомендациям, да, как вместе выжить и не убить друг друга. Мне кажется, вот это, то, что мы сейчас обсудили, оно очень важно. Если девушки и парни, кто сейчас смотрит, это прочувствуют, вот насколько вы можете быть естественными 24 часа в сутки вместе, не создавая некое правильное, натянутое поведение. Вот мне кажется, это нащупать очень важно было. А что касается вот твоего момента по поводу сторисы, ты знаешь, разочароваться в девушке, потому что ты со временем понял, что что-то не то, это один балл. А разочароваться в девушке, которая пришла на свидание, и она совершенно другая, как в Инстаграме, это 5 баллов. Вот эти, как мужчины говорю просто. Девочки, вот пожалуйста, не знаю, сделайте себе татуировку на лбу, осознайте это. Потому что уровень разочарования, когда ты видишь одну картинку в Инстаграме, и на первой встрече ты понимаешь, что это полная, пропорциональная, другая история. Они даже меняют скулы. Ну как? Это же вообще другая тема. Скулы, нос, все остальное. Это вот уровень этого разочарования, как мужчина говорю, он не сопоставим с разочарованием, что вы встретились, вроде все окей, все так вот как есть, но потом даже через там к вечеру ты понимаешь, что у вас просто не идет диалог, что вы просто там друг другу в целом не нравитесь. Ну это нормально. Но когда ты видишь совершенно другую картинку, здесь прям, знаешь, такое вот мужское, я тебе как вот парень говорю, мужское ощущение, как бы тебя обманули. Просто наеба. Да, вот с мужской точки зрения чувствую, как будто тебя обманули. То есть девочка не факт, что она какая-то уродина страшная, там пришла 100 килограмм весит на самом деле, а была фитоняшкой. То есть она в принципе, ну как бы визуально нормальная. Да, она в принципе нормальная, просто у нее пропорции скул, носа, талии и всего остального просто другая. И у тебя просто, мы же как, мы же образами мыслим. И у тебя вот складывается образ один, и тут ты видишь человека, и он диаметрально другой. То есть знаешь, иногда вот я ходил на свидание, я встречаю девушку, ты не представляешь, это плюс 5 когда. Когда ты видишь девушку в инстаграме, да, и ты видишь девушку в жизни, она интересней. Она интересней и лучше, чем ей. Я ей говорю, слушай, ты мне в жизни нравишься гораздо больше на фотографиях. Она говорит, что, серьезно? Я говорю, ну да. Она говорит, а я думаю наоборот, обычно бывает. И это когда, когда девушки наоборот, вот, либо не злоупотребляют фотошопом, либо злоупотребляют, и их это портит. И когда я прихожу на свидание, я говорю, а можно вот поменьше, вот макияжа, да, я говорю, слушай, ты очень красивая без мейка, ты очень красивая с минимальным мейком. Зачем вот это, вот боевой раскрас, да, но это отдельная тема. Давай с тобой перейдем к твоим рекомендациям. Вот мне очень понравилась твоя история про мы встретились с самим собой. Вот как бы ты, вот я сейчас порекомендую со своей стороны, да, вот эти вот бытовые штуки, но мне вот хочется твою рекомендацию услышать. Вот как сделать так, чтобы научиться 24 часа на 7 быть естественной? И в чем там подводные камни? Ты знаешь, ну подводные камни, то они, наверное, всегда в страхах, в том, что со мной будет, и если я вдруг буду неидеальной. И вообще вот эта вот навязчивая идея о том, что я должна быть идеальной в Инстаграме, в жизни, на свидании, в постели, везде. Я очень надеюсь, что скоро мир, и особенно женский мир, поймет, что настоящее гораздо круче, чем идеальное. Живое. Понимаешь, идеальное – это априори не живое. Идеальное – это мертвичина. Вот манекен как бы может в магазине быть идеальным. Вот. А по поводу, да, встречи с собой, на самом деле, наверное, не надо бояться каких-то своих осознаний и инсайтов. Если тебя что-то раздражает, например, в твоем любимом человеке, это нормально, это может быть, это не говорит о том, что ты избалованная сука или он какой-то конченый. Просто это говорит о том, что сейчас мы нащупываем свои границы. Просто мне легко, потому что я там восемь лет уже, да, живу в таком режиме, как люди сейчас живут, три-четыре недели. И за восемь лет, конечно, ты можешь эти границы мягко осознать и мягко озвучить, пока у тебя еще не накипело, и это воспринимается нормально. Когда ты говоришь, слушай, мне вот нужно сейчас час поработать за компьютером, чтобы меня вообще никто не трогал, да. Или там он говорит, слушай, сейчас три часа ночи, ты хочешь ложись спать, но мне сейчас вот надо, вот я буду сейчас, не знаю, сидеть, вот нужно хоть да что угодно делать, хоть дрочить, хоть что. Это его право, да. То есть уважение как бы на личную территорию, несмотря на то, что вы территорию делите и живете вместе, да. И очень важно сейчас это осознавать про себя, да, где мне нужно побыть одной, что меня беспокоит, где мне дискомфортно. Озвучивать свои потребности ртом, да, научиться. Ртом — это научиться очень хорошие качества. Мужчина не читает твои мысли. Вот что важно. И сейчас очень многие, да, каждый столкнулся, да, с разрушением своих иллюзий. Ой, пришел кризис, а мужчина мой что-то не сильное, плечо что-то у меня не поддерживает, когда мне так страшно, мне плохо и больно. ты сказала, что тебе страшно, ты сказала, что тебе плохо, ты ему озвучила свои страхи, ты объяснила, как именно тебя надо поддержать. Знаешь, мне нравится, когда девчонки приходят, говорят, ну вот мужчина обо мне не заботится. И я всегда спрашиваю, а как он должен заботиться? Он должен тебе судно подать или кофе в постель, или что именно, да, потому что, ну, мы все росли в разных семьях. Где-то заботиться — это значит, просто не давать ей пизды каждый день, и я уже заботливая, да. День не побили, уже хорошо. Да, я прекрасно, я джентльмен, да, я прям образцовый. Мой мужик нормальный, он, в принципе, выпивает и пиздит меня всего лишь раз в месяц. Да, 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 или, как бы, слушай, он за сутки мне ни разу нахер не послал, как бы он вообще, он такой тактичный. У всех своих... Ну, это смешно, но это реальность, Лёх. То есть, такое правда бывает. А мой-то не сыт в кровать? Да, будет моим кроватьом. Да ладно, что, твой не сыт в кровать? Да, но ты счастливая. Да, или мой, конечно, наркоман, алкоголик запойный, но вот героинь сейчас уже здоровья не позволяет, ему же всё-таки уже 40, у него пузо до колена, но я боюсь его бросить, вдруг я такого же себе не найду. Да, смотри, спасибо. Какие у тебя рекомендации подсказали? У меня рекомендация следующая. Значит, если мы хотим научиться 24 часа на 7 быть вместе без вот этих кризисных явлений, значит, надо понять следующее, что нужно минимизировать стресс, находясь друг с другом. Первое. Второе. Как это сделать? Стресс создаётся, что вы всё время сжимаетесь, потому что, возможно, вы ведёте себя неестественно и хотите, чтобы тело у это ушло, чтобы вы расслабились и вели себя естественно. Почему вы ведёте себя неестественно? Потому что вы боитесь каких-то последствий. То есть, если вы будете вести себя естественно, случится что-то, и этого вы не допускаете. Вы не допускаете чего? Я вот всё время сжимаюсь и веду себя неестественно. Для чего? Чтобы произвести какое-то впечатление или сделать так, чтобы не было чего-то. Вот чего ты бы не хотела? Чтобы он подумал, что ты такая, чтобы вы расстались, бла-бла-бла-бла-бла. Если бы ты сказала себе, мы можем расстаться, он может подумать обо мне плохо, он может передумать, перехотеть, и это нормально, если мое естественное поведение ему не нравится, вот тогда ты защищена. То есть, если ты говоришь, мое естественное поведение ему не понравится, и мы расстанемся, и это окей, все, ты свободна. Ты свободна в этот момент морально. Если ты говоришь, нет, только бы мы не расстались, только бы мы не расстались, поэтому я буду напрягаться, тогда это просто бомба замедленного действия. И вот этот кризис изоляции, он его просто сдетонировал. Что касается самой механики, что вызывает еще вторым параграфом здесь напряжение? Это наши ожидания и наши зависимости. Если ты объективно разочаровалась в своем парне, или парень разочаровался в девушке, и его ожидания о ней, или ее ожидания о нем были такими, а по факту не очень, то вот это ожидание и реальность очень сильно обижает. И вместо того, чтобы вовремя сказать, так, все, мои ожидания не реализуются, мы либо обсуждаем, либо заканчиваем, мы начинаем тянуть, мы начинаем тянуть, думая, что вот-вот наши ожидания натянутся. То есть мы как бы натягиваем реальность на наши ожидания, и каждый день, да, абсолютно, и каждый день натягивая реальность на наши ожидания, каждый раз мы говорим, не натянулось, не натянулось. И у нас каждый день ретравматизация, каждый день ретравматизация. Поэтому ты просыпаешься, ебать. И вот это каждый день, да, ожидание, реальность. И второй здесь момент, это зависимость. Если ты понимаешь, что он не твой Если ты понимаешь, что не твое Но тебе некуда идти Ты не зарабатываешь У тебя просто там вообще моль водится в карманах И только он дает тебе бабло И ты не можешь включить заднюю И ты вынужден терпеть Все вот эти странности И ненормальности Потому что не можешь включить заднюю То когда вас еще заперли на одной территории Это еще хуже обостряется Поэтому здесь надо первое Работать с зависимостью И научиться выстраивать себя независимо Морально и финансово Во-вторых, работать с ожиданиями Смотреть правде в глаза Что вы там натягиваете из ожидания на реальность И третье Это научиться не бояться последствий Если ты будешь естественный И какие будут последствия От того, что я буду естественный Если мы не понравимся друг другу И я расстанусь, то это нормально И здесь последнее, философский выбор Что лучше Расстаться от того Что тебя не восприняли Естественную Либо всю жизнь Притворяться И чувствовать себя напряженной Вот это вопрос Но это как всю жизнь ходить в туфлях Не твоего размера А потом приходить к психотерапевту Со словами у меня мозоли Уберите А туфли снимать не буду Вот на этом я думаю, что прекрасно Можно закончить Спасибо вам большое Это секс-патруль Алексей Красиков И Виктория Сеева Подписывайтесь на наши каналы Ставьте лайки Комментируйте Мы будем ждать Ваших тем На колокольчик оповещения включайте Чтобы видеть Диндон абсолютно нам тоже нужен Все, спасибо большое До встречи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok